До неё это лёд-то толстый, наверное, почти 20 сантиметров. Это даже свободно. О том, что они рискуют, большинство рыбаков даже не догадывается. Но трагедии происходят каждый год. Последний случай произошёл в конце ноября на Глазовском водохранилище в Суздальском районе. Под лёд провалились оба человека. То есть один, я так понимаю, это был сын и отец. Сын выбрался, он, по-моему, помоложе как-то у него получалось. А отец, ну, не смог он выбраться уже. То есть когда попадает человек в воду, одежда становится очень тяжёлой. И он не смог. Пять дней в неделю сотрудники МЧС выезжают на водоёмы Владимирской области, чтобы предупредить людей об опасности. Под самым тщательным присмотром находятся река Содышко, Клязьма и Улыбышевские карьеры. Толщина льда, который выдержит человека, должна быть больше 10 сантиметров. Чаще всего рыбаки бурят лунки и на глаз определяют, можно ли выходить на лёд. Но МЧС учитывает и другие факторы. Подлёдные ключи, скорость течения, колебания температуры. Впрочем, даже оштрафовать рыбаков МЧС сегодня не вправе. Госинспектора не наделены полномочиями именно при наложении административных штрафов. Мы осуществляем только профилактическую и разъяснительную работу среди рыбаков. Разъяснения и памятки, как вести себя в опасной ситуации, вот и весь арсенал инспекторов. Листовки рыбаки принимают снисходительно и, аккуратно сложив, кладут в карман. Многие уверены, что делать они знают и без подсказок. Такие передачи иногда показывают. Человек проваливается, раскидывает руки, ногами отталкивается и на спине выползает из-за льда. Впрочем, тех, кто не боится утонуть, сложно напугать размером штрафов. От 800 рублей до 4000 за выход на лёд без спасательного снаряжения. Возможно, куда действнее другая цифра. В холодной воде человек может продержаться не более 15 минут. Если помощь не придёт вовремя, спасти его уже будет невозможно. Григорий Кошкин, Олег Маньков, Губерния 33.